Здравствуйте, дорогие слушатели! Чема нашей сегодняшней лекции – образ Печорина, понятие лишнего человека русской литературы. Зенитом творческого пути Лермонтова является его роман «Герои нашего времени». Белинский считал, что роман Лермонтова укрепил путь реалистического романа русской литературы. Основой романа является раскрытие психологии молодого поколения 30-х годов. Герой романа Печорин – храбрый офицер из аристократической среды. Как сам автор, герой его служил на Кавказе. Он умный, прекрасно образован и с волевым характером. Он занимает центральное место в романе. Печорин стремится к деятельности и борьбе. Он нечисто любив. Хотя он способный военный офицер, награда не интересует его. Умственно и духовно он стоит выше его современников. Автор в предусловии к роману писал, «Герои нашего времени – это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии». Было бы слишком упрощенно считать, что автор с иронией называет Печорина «героем своего времени». В каком-то отношении его можно считать реальным героем его времени. Основные моменты сегодняшней лекции. Первый. Лучшие качества Печорина как героя своего времени. Второй. Противоречивость и неоднозначность образа Печорина. Третий. Отрисательное качество героя. Тетеворте. Склонность к самоанализу Печорина. Пятый. Поиск истины и смысла жизни. Шестой. Предопределенность судьбы героя. Лучшие качества молодого поколения дворянского образа Печорина. Образы Печорина мы видим лучшие качества молодого поколения дворянского общества. Критический подход к себе является составной частью его характера. Следует учитывать тот факт, на который указывает автор, историческое время того поколения, обрисованное в романы. Это период после жестокого подавления декабристского восстания. Особенно среди молодого поколения было чувство безнадежности и отчаяния. Следовательно, Печорин – герой без времени. Мы осуществляем, что лучшие качества героя могли бы вести его по дороге больших дел и достижений. Но Печорин, как и Евгений Онегин, герой романа Пушкина, не находит применения своим способностям и качествам. В этом отношении он продолжает цикл лишних людей, которые начал Пушкин. Его скептизм, безразличие, безучастность, холодность, связанность с тогдашней общественной средой. Вокруг себя он видит мелких, чистолюбивых, молодых людей, с их угодничеством перед начальством. Имея в виду своих современников, Печорин говорит, «Мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя». Возвышенные мечты разочарованность окружающей средой – образы Печорина. О Печорине нельзя сказать, что он неисправный эгоист, так как он старается переосмыслить значение своей жизни. Печорин мучается и переживает, когда он видит тяжелую, мрачную обстановку вокруг себя. Его духовная жизнь разрушается, так как он не находит применения и удовлетворения своим духовным запросам. Автор ввел в литературу нового героя, который обладает острым аналитическим умом, глубоко неудовлетворенным общественным укладом. Он разочарован окружающей средой. Его охватывают грустные чувства. Возвышенные мечты героя не находят проявления. Его мечты не имеют ничего общего с реальной жизнью. Однако он еще не готов на протест и приспосабливается к пошлой действительности. Стремление Печорина к возвышенным высоким идеям безрезультатны, так как остается неизменным. Одиночество Печорина Печорин старается общаться со своими современниками, но не находит с ним общего языка. Он постепенно отходит от реальности и входит в свой мир. Изолированный от общества, герои чувствуют себя одиноким и глубоко несчастным. Максим Горький писал, оторванность от общества ведут людей к эгоцентризму, Создают лишних людей. Печорин является ярким представителем лишнего человека в русской литературе. Отчаянное духовное положение Печорина ведет к скептицизму. Противоречивость и исключительность героя. Читатели, не сумевшие правильно оценить такого сложного героя, Не понимали, в какой категории принадлежит герой романа. Лермонтов не избегал категорического ответа. Хотя, как мы видим, в предисловиях романа писатель намекает на отрицательные черты героя и его поколения. Заглавие романа надо рассматривать намного шире. Нельзя принимать характеристику, которую автор дал в предисловии в прямом смысле или в ироническом смысле. У Печорина есть сильные черты, положительные качества, но также есть слабые и отрицательные черты. Автор показывает исключительность героя. Отрисательные качества Печорина. Печорин является представителем безвремения, Отличающиеся своими отрицательными чертами, Как индивидуализм, отчужденность, эгоизм и одиночество. Несмотря на свои незаурядные способности, Такие люди сумели принести пользу обществу, Оставить положительный опыт в общественную жизнь. Скептическое отношение к жизни приводит героя в такое состояние, Что он перестал верить в лучшие человеческие качества. Я знал, говорит Печорин, Что ни слава, ни счастье от них не зависит. Нисколько. Потому что самые счастливые люди невежды. А слава, удача, и чтобы давиться ее, Надо только быть ловким. Склонность к анализу и самоанализу Печорина. В глубокий несчастный Печорин приносит несчастье Тем людям, с которыми он сближается. Он ощущал, что люди, которые окружают его, Не понимают его. Но он не готов примириться с бесчувственной, пошлой действительностью. Отвергая эту действительность, Он выражает свой протест. Одновременно он способен критически относиться к себе. Самоанализ помогает Печорину Аналистически подходить к психологии других людей. Поэтому он хорошо понимает мысли и действия. Чек, с кем он общается. Его активность подталкивает к действию. Но его действия недостойны его образа. Противоречия в характере героя. Как мышлящий человек, тонкий психолог, Он анализирует свои поступки. Он сам ощущает себя в своих действиях. Здесь появляются противоречия между глубоко мышлящей личностью и человеком, Который растративает в свои силе пустые приключения. Билинский замечает, что Печорин выступает против окружающей среды Не от высокомерия, не от ненависти к людям, А из-за сострадания людям. Он страдает и протестует, Когда он видит худшие человеческие черты вокруг него. Он мечтает, как можно применять свою энергию И необъятную силу, чтобы бороться против злых сил. Но его скептическое отношение преобладает над другими чувствами. Пессимистический взгляд на жизнь остается неизменным. Он не принимает шаги, чтобы бороться против враждебных сил. Таинственность и своеобразность характера Печорина Характер Печорина кажется таинственным, Так как в нем есть элемент секретности. Печорин не хочет открыть свою душу даже тем, кому он доверяет. Скрытность является частью его характера, Так как он думает, другим будет трудно понять сложность его натуре. У него своеобразное понятие о дружбе. Он думает, в дружественном отношении один доминирует над другим. Любви человек услаждается оторванным цветком, Которого надо бросать после наслаждения. Другой может поднять его. По мнению Печорина, Лучшие человеческие черты и чувства, Как храбрость, любовь и дружба, ненадежны. В результате он потерял веру в сенность человеческой жизни. Печорин говорит Максиму Максимовичу, У меня несчастный характер. Бог ли так меня создал, не знаю. Знаю только, что если я причинаю несчастье других, То я сам не менее несчастлив. Разумеется, это им плохое утешение. Только дело в том, что это так. В запросе внутреннего мира героя, В запросе его внутреннего мира глубокие и совершенные, Печорин ставил перед собой ясный план действия, Успешно совершает его, отдав всю энергию и силу. Он рационально анализирует свои действия И критически подходит к ним. Образы Печорина мы замечаем в противоположной черте. Его приключенские акты после их завершения Кажутся ему бессмысленными. Чувство огорчения и разочарования охватывает его. В таких ситуациях он крайне критически относится к себе, Другим и обществу вообще. В образе Печорина есть лирические, созидательные, изысканные черты. Но в многих случаях его поступки являются синичными, бездостанчивыми и эгоистическими. Нельзя определенно сказать, какая черта занимает центральное место в его характере. Романтичность против реальной действительности, как противоречие в душе героя. У героя Лермонтова можно заметить романтический подход к жизни. Реальная действительность разрушает его романтичность. Наступает в его душе разочарование и скука. Но положительное качество, как свежее чувство бодрости, Страстный энтузиазм остается в его характере. Несмотря на крушение романтической мечты, Хорошее намерение и искреннее душевное возбуждение не вдохновляет героя к действию за общественное благо. Результаты появляются противоречия в характере героя. Духовное богатство, полная энергия, с одной стороны, чувство полного разочарования в жизни, опустошенность духовной жизни, с другой стороны. В повести «Фаталист» Печорин сам признается. Я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни. Я ступил эту жизнь, пережив ее уже мысленно. А меня стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражение давно ему известной книги. Разочарование реальным миром. Разочарование Печорина наступает, так как идеальный романтический мир героя в реальности выглядит, как недостижимые мечты. Результаты этого уничтожающие критика героя всего того, что связано с идеальным миром. Например, сарказм, романтическим изречением Грусницкого. Печорин не знает, как можно бороться в несовершенственном действительности. Ограниченность романтизма заключается в том, что у романтизма теоретический подход к жизни. Романтики встречают реальный мир без знания об этом мире, только на основании энтузиазма и идеала. Читателям заранее известно поражение романтизма во столкновение с суровой действительностью. После поражения так и случилось с Печорином. Наступает тоска, усталость и чувство безразличия. Он не может отделаться от романтического взгляда на жизнь, так как романтизм является для него отправным началом его мышления. Искренность и поэтическое начало души Печорина. Разочарование и сарказм, хотя являются характерным признаком образа Печорина, и внутренний мир остается живым и активным. Он умеет любить искренне. В таких случаях раскрываются лучшие черты его характера, как лиричность, романтическая возбужденность и тонкое восприятие красоты. Когда Печорин приехал в Пятигорск, при поднятом настроении он описывает природу с лиричностью. «Вешало жить в такой земле», пишет Печорин. «Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих желах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. Солнце ярко, небо синее, чтобы кажется больше». «Здесь поэтическое начало его души, ничего общего она не имеет с другой стороной его характера, во которой преобладают синизм, недоверие, равнодушие». Победа искренних человеческих чувств в повести «Книжна Мэри». В повести «Книжна Мэри» эпизоды последнего свидания с верой герой выражает свои мысли таким образом. «При возможности потерять ее на веки вера стала для меня дороже всего на свете, дороже жизни, чести, счастья». «Здесь мы видим другого Петерина, который уже не боится откровенно раскрыть свое чувство. Он даже не скрывает свои слезы. Первый раз в жизни он ставит любимую женщину выше себя. Он осторонил типичный для него холодный, безучастный анализ своих и других чувств. Он полностью отдается любовному чувству веры. Он признается, «Мне, однако, приятно, что я могу плакать». В этом эпизоде мы видим для Петерина сенное человеческое чувство стоит выше, чем типичные черты его характера, как холодный самоанализ и расчетливость. Здесь проявляется победа его искренне человеческого и морального качества над его индивидуализмом и эгоцентризмом. Поиски истины и смысла жизни. Поиски истины Петерином кончаются неуспешно, но он открыл дорогу свободного мышления. Он верит в свою силу. Он надеется, что его критический анализ жизни поможет найти назначение человеческого существования. Однако крайний индивидуализм его характера не дает возможности найти смысл его жизни. Петерин не ценит свою жизнь и готов умереть, чтобы освободиться от безвыходного положения, в котором оказался его сознание. В отчаянном положении он сильно страдает. Он думает, что единственный путь освобождения его смерть. Он является причиной несчастья других, но одновременно он разрушает свою жизнь. Огромная воля и внутренняя сила, которой он обладает, пропадают бесследно. Никакого успеха в жизни он не достигает, а жизнь для него становится бессмысленной. Слабее и сильнее черти его характера переплетаются и становятся зависимыми друг от друга. Роман «Герой нашего времени» как первый психологический роман русской литературы. Роман Лермонтова создает нового героя, который проходит путь самоанализа и самосознания. Цель его самосмышления является проверкой сенности положительных качеств человека. Роман Лермонтова считается как первый психологический роман русской литературы. Его роман также укрепляет путь реализма вводит нового героя, который по-новому осмещает вопросы человеческого бытия. Луковные отношения Печорина Герой романа Лермонтова полубил женщин разной социальной среды, разной по характеру. Белла выросла среди горных племен Кавказа. В Тамане у него сложилось романтическое отношение с таинственной девушкой, которая была связана контрабандистской группой. Мы также видим его любовные отношения с городской девушкой Мэри из аристократической среды. Во всех этих случаях любовь не приносит ему ни радости, ни удовлетворения, и все эти эпизоды кончаются чувством разочарования Ледя Печорина. Он опять становится одиноким и грустным. Опасная ситуация жизни Печорина. Каждый раз в ходе его любовник в происшествии создается опасная ситуация для него. И каждый раз он выходит победителем. В опасных ситуациях он смело стоит перед жизнью и смертью. Он выходит победителем от нападения Азмата и Казбича в повести Бела. Тамане таинственная красавица хотела утопить его в море. Печорин справился с опасной ситуацией. Поединки с Грустницким повести к Книжномерии Печорин побеждает. Эгоцентризм против любви и дружбы. Его эгоцентризм не дается ему оценить и наслаждаться ни чувством любви, ни чувством дружбы. Эти сильные качества по его мнению действуют против его личной свободы. Каждый раз, когда у него намечаются любовные отношения, Печорин надеется, что любовь даст ему вдохновение, бодрость, радость и новый смешал джижни. Он хочет полностью отдаться новой любви, но скоро начинается его самоанализ. Любовные чувства уходят на задний план. Теперь вместо любовной страсти появляется желание доминировать. над любимой женщиной. Любви любовники стараются духовно сблизиться друг с другом, но для Печорина главное, чтобы он стоял выше. Таким образом, каждый любовный эпизод приносит ему разочарование, досады и одиночество. Печорин отвергает ценные человеческие отношения, как дружба. Он всегда сохраняет расстояние от таких людей, которые могли быть его хорошими друзьями, как Вернер, Максим Максимович. Неприятие окружающей среды и борьба за более совершенный мир. Герой романа отключается от общественной жизни и одиночество становится его спутником. И смерть кажется ему единственным путем выхода из этой ситуации. Герой романа свое горостное существование старается осмыслить. Он продолжает свою борьбу против существующего положения. Он глубоко задумывается над своим призванием в этом мире, цели своей жизни. Он не хочет принимать несовершенство окружающей среды. Он продолжает свое искание и старается активно воздействовать на реальное положение. Его действия показывают, что он остается активным героем, который хочет бороться за более совершенный мир. Печорин остается уникальной личностью, которая не перестала активно действовать до конца своей жизни. Духовные поиски героя. В поисках духовных запросов Печорин решил путешествовать по восточным странам. Он знает, что его критическое осмешление не получило завершенность. Его духовные перепути продолжаются. Путешествие его не может изменить его душевное сметание. Образе Печорина отражается духовная тревога русской интеллигенции того периода. Она не знала, как примирить идеал духовного мира суровой действительностью. Результаты столкновения личности с окружающей средой создавалось тревожное состояние. Реакция интеллигенции была ожидаемым образом. Начиная с сценического отношения к окружающей среды до отчаянного действия. Все же надо отметить, что Печорин интеллигент широкого размаха, который не смог воспользоваться всеми положительными качествами и одаренностью. Но он показал путь размышления для развития общественного прогресса. Печорин сосредоточивается на своем мышлении, его чувства имеют сильный, глубокий и утонченный характер. Двойственность и неоднозначность характера Печорина. Роман Печорин остается таинственной фигурой. В разных эпизодах романа только частично раскрывается его характер. Многие черти его характера остаются двойственными и непостижимыми. Образы Печорина отражаются умственные брожения интеллигенции того периода. Прогрессивная часть дворянской интеллигенции хотела переоценить прежние идеалы и нормы, но не знали, каким образом заменить их. Они находились на перепутье. Интеллигенции полностью отдалась сама анализу. Представители интеллигенции готовы были разрушить прежние устарелые нормы. Они стали разрушительным фактором, а создать что-то новое они не могли. Герой Лермонтова неустанно старается узнать значение человеческой жизни и быча. Критическое осмешление жизни героем. Образы Печорина явно проявляются противоречия. В романе образ Печорина отличается сильной волей. Он стоит на голову выше его современников. начиная смеяться над ограниченностью его коллег и людей, которые окружают его, он переходит к критическому осмыслению своей жизни, ставит себя перед жестоким экспериментом. Не находя ответа на многие запросы, он задумывается, почему судьба его не сопутствует ему, даже когда, казалось бы, он выходит победителем. Печорин как герой своего времени. Печорин принадлежит лучшей части дворянской молодежи. В этом отношении он настоящий герой своего времени. но как автор замечает, он также олицетворяет пороки всего нашего поколения. Но его пороки связаны с трудным временем, в котором он жил. Наблюдалось упадочное настроение среди молодого поколения. В этом отношении образа Печорина можно найти свойства антигероя. Связь автора и героя романа. Герой сам оценивает особую роль в общественной жизни. Вместе с того, чтобы говорить об отношении автора к герою, мы видим, что герой сам анализирует себя и дает свое суждение. Несомненно, самоирония является важным элементом романа. В этом отношении суждения автора и героя совпадают. В некотором отношении образ Печорина олицетворяет мысли и суждения автора. Частичное внутреннее единство автора и героя не ведет к заключению, что образ Печорина полностью совпадает с характером автора. Лермонтов полностью отвергает такое заключение. Немного . Немного по ее Реалистическое направление в литературе дает основание нам наметить тот факт, что образ героя и автора отличаются, так как они отдельные личности. Эти образы своеобразные и самостоятельные. Классисизм и позиции автора являются идеальной и отвлеченной. При сентиментальных и романтических произведениях позиции автора и героя часто бывают однобокая. При реализме автор выходит из этого ограничения, создает, как романы Лермонтова, отдельный мир автора и также индивидуальный образ героя. Поиски более высокого назначения человеческой жизни. У Печорина нет веры в общественные идеалии. В таком случае единственное, что остается у героя – это индивидуализм, который становится единственным критерием, чем он дорожит. Здесь появляется противоречие его характера. У него также нет веры в то, что индивидуализм есть истина, которая удовлетворяет его. Он предполагает, что есть другое, более высокое назначение в жизни человека, которое он не угадал. Пока он не открыл, другой путь для него только остается единственная дорога – это смотреть на страдания и радости других только в отношении к себе. Раскрытие образа Печорина В романе изображается уже сформированный характер героя, поэтому автор придерживается последовательному принципу расположения повести. В раскрытии образа автора не изображает героя в каждодневном жизненном укладе, а в самых интенсивных моментах жизни героя. В этих случаях конфликт доходит до кульминационной ситуации. В такой стадии лучше всего раскрываются не только типичные черты героя, но также тайные черты его характера. Автор не дает подробной биографии героя. Автор пользуется принципом внутреннего самообнаружения для раскрытия образа героя. Печорин мучительно ищет ответа на его внутренние запросы. Из-за этого он часто находится в духовно тревожном состоянии. Он не шадит себя. Крайне критически относится к своим заблуждениям и полностью отдается к глубокому самоанализу. Романтический склад характера Печорина Критики замечали романтический склад характера Печорина. Каждой повести существует романтический подход к жизни. Печорин старается приспособиться к романтическому миру, к культуре этого общества. Например, в повести Белла он пытается вести себя как горец. В Томане вмешиваются в экзотический мир контрабандистов. В книжном мире он становится частью светского общества. Герой видит свое спасение в романтическом мире, но Печорин остается без расположения и не находит свое место в романтическом мире. Лермонтов через поступки героя показывает несостоятельность романтического мировоззрения. Не может дать ответ на духовные запросы Печорина. Не может указать путь выхода из трудного положения. Романтическое миросуществение не может ответить на вопросы, которые непрерывно мучают героя. Он задумывается над существующим вопросом человеческого битя. Печорин старается осмыслить, какое значение имеет человеческое существование. Философские вопросы в критическом моменте жизни Печорина. В критическом моменте его жизни опасность и даже смерть не беспокоят его. Умственные и философские вопросы занимают его. На канунной двери он задумывается над этими вопросами. Он пишет в журнале, зачем я жил, для какой сели я родился. А верно, она существовала. И верно, было меня назначение высокой, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал этого назначения. Печорин догадывается, почему у него судьба сложилась трагично. Причиной является его романтический подход к жизни. Он не может выходить за предели индивидуального мышления и образа жизни. Он является пленником себя любви и эгоизма. Любовь возбуждает самые лучшие качества человека. Но для Печорина любовные отношения приносят разочарование и душевную усталость. Он не может ничем жертвовать ради любви. И также не может быть преданной любимой женщине. Он любит только для утоления своей страсти. Печорин признается, я только удовлетворил странную потребность сердца с жадностью, поглашая их чувства, их нежность, их радость и страдания. Никогда не мог насытиться. Чема фатализма романа «Герой нашего времени» Чема фатализма является главной философской проблемой романа Лермонтова. Некоторые важные вопросы, связанные с этой темой, волнует Печорина. Во-первых, заранее определена его судьба или нет. С этим вопросом связана идея свободы. Если судьба человека предопределена, тогда какое значение имеет свобода мышления человека? Вопрос значения битя и цель человеческой тоже связаны с этим вопросом. Печорин самостоятельно старается найти ответ на этот вопрос. Он интенсивно всем своим существом ищет решение этих проблем. Индивидуальный подход Печорина определяется его личностью. Характер Печорина дается романе уже в сформулированной форме и остается неизменным через весь роман. Историческая и социальная обусловленность романа «Герой нашего времени». Вопрос исторической и социальной обусловленности характера героя уходит на задний план. Роман в главном месте занимает личность героя и его понимание окружающей среды. Автор дает очень короткую биографию героя, которая бегло намекает на некоторые внешние факторы. Эти факторы частично влияют на формирование его характера. Образ героя дается в духовном и умственном развитом состоянии. Он мутительно ищет ответы на философские вопросы человеческого существования. Печорин не зависит от среды. В романе он создает свою среду. Он создает субъективные обстоятельства и формирует свое действие в зависимости от обстоятельства, которые он создал. Все остальные персонажи зависят от внешней среды, в которой они находятся. Их поведение и действия связаны с традицией, воззрением и нравами общества, в котором они живут. Результатом у них не может быть свободы мышления и действия. Предопределенность судьбы героя Разумным выбором действия к поведениям обладает только Печорин. Роман изображается взаимодействие между героем, который внутренне независимый, с другими персонажами, несвободными от среды. Одновременно мы видим, хотя герой достигает внутренней свободы, его социальные эксперименты терпят неудачи. Трагические результаты его исследования оставляет героя в печальном и безнадежном состоянии. Это значит, что его судьба заранее предопределена. Такое предположение ведет героя к философскому вопросу о свободе личности, от висших сверхъестественных сил. Если неудачи указывают на то, что существует сверхъестественная сила, которая определяет его судьбу и также его участь в этих происшествиях как носителя злых сил. Свобода и несвобода Печорина В реальной жизни Печорин господствует над обстоятельством, которое он применяет к своим селям. Таким образом он осуществляет свою волю, чувствует себя независимым. Однако в результате его участия и действий другие персонажи умирают или страдают. У Печорина не было никакого плана и намерения доставить им зло. Он увлекается себя любим, иногда высмеивает их ограниченность. Можно заметить, что другие зависят от ситуации, которые не под контролем Печорина, над которыми он не господствует. Печорин заключает, что, наверное, существуют более могущественные силы, которые определяют его судьбу и судьбы других персонажей романа. Печорин свободен со стороны общественного уклада. Точки зрения философского воззрения он не свободен. Вопрос о предопределении судьбы можно толковать двух точек зрения, то есть как вопрос душевной независимости и душевной зависимости. Герои романа через его эксперименты стараются найти решение этого противоречия. В заключение мы можем сказать, мы изучили тему образ Печорина понятия личного человека в русской литературе. Роман Лермонтова «Герой нашего времени» является одной из самых знаменитых работ автора, в которой он рисует психологический портрет молодого дворянского поколения тридцатых годов девятнадцатого века. Образ Печорина является с одной стороны типичным, включая в себе основные качества и черты, характерные для своего времени. С другой стороны, герой романа это сложная, неоднозначная личность, которая стремится к глубокому самоанализу и таким образом проявляет протест окружающей средой. Жизненные искания Печорина отражают объективно задачи, которые стояли перед молодым поколением. Через образ героя автор раскрывает сложную, трудную и горестную судьбу этого поколения. Также указывает на преимущества и возможность, которые имеет передовая часть дворянской интеллигенции. Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...